Холодный разум и точные расчеты. Более двух с половиной тысяч школьников сегодня приняли участие в областной математической олимпиаде на приз главы региона. 94 из них – юные математики Вологды. Как они готовились к этому интеллектуальному состязанию в материале Марии Поздеевой. На столе только тетрадь, ручка, а также транспортир и линейка. Никаких подсказок и телефонов. За этим строго следит учитель. Олимпиады по математике требуют сосредоточенности. Состязание областное проводится на приз губернатора. За два года в нем приняли участие уже более пяти тысяч школьников из разных уголков региона. Для чего мы ее проводим? Очень часто задаются вопросы. Во-первых, ребята могут проявить свои знания в области математики уже в более раннем возрасте. И подготовиться к участию во Всероссийской олимпиаде школьников, соответственно, уже на уровне шестого-седьмого класса. И на все раз, так называемый, выйти в восьмом классе уже с хорошими результатами, с хорошей подготовкой, с готовностью, наверное, занять призовые места. Среди участников ребята с шестого по десятый класс. Причем участники могут выбрать для себя любой уровень. Даже на несколько ступеней выше. Главное – поверить в свои силы. Предварительно все прошли отборочный тур в школах. Отборочный тур был очень легкий. Я писал также олимпиаду по информатике. Она была за девятый-десятый класс. Она была очень сложная. Я решил только первые два задания и пополам, можно сказать, решил еще одно задание. А по математике я писал все сходу и написал за полтора часа. А на областном этапе в Вологодском многопрофильном лице задание значительно сложнее, говорят разработчики олимпиады, преподаватели Вологодского государственного университета. Потому и отбор был жесткий. Немало среди участников и школьников из Вологды. Всего около ста. Я вообще люблю точные науки. И у меня есть успехи. Мне получается это. В этом году я проводил олимпиаду от образовательного центра «Сириус» в Сочи. И я смог попасть от Вологодской области в этот центр. И поеду в декабре. Вместо учебы я буду находиться в этом образовательном центре. Результаты высокие во многом и благодаря системе естественно-математического образования, которая выстраивается в областной столице. Серьезные усилия направлены на подготовку школьников именно в технической сфере. Итоги олимпиады на приз губернатора станут известны через неделю. Лучших математиков ждут памятные знаки, а также сертификаты на участие в областной профильной смене математик. Санаторий «Лесная сказка».